Я отец трёх детей, меньший сын Паша, 26 лет, закончил университет, закончил аспирантуру. Закончил аспирантуру, буквально недавно мы с ним встречались, в период между затишья, он приезжал сюда, 4-го числа, 5-го числа он защитил кандидатскую диссертацию, он кандидат наук по литологии. Но когда настало трудное время для страны, он без раздумий пошёл в военкомат, не умея в принципе ни воевать, ни стрелять, у него не было ни военной кафедры, но он посчитал, как мужчина, что он должен это делать. Он пошёл защищать нас, родителей, он пошёл защищать свою страну. Но, к сожалению, случилась вот такая трагическая ситуация. 6-го числа её проводил воинскую часть, и буквально через несколько дней, 13-го числа, в них был вылет. И в небе под Луганском был подбит самолёт, на борту которого было 49 человек. 9 членов экипажа и 40 человек из 25-й бригады Днепетровской десантной. В их числе был и мой сын. Никто их не заставлял идти, то есть это были добровольцы, которым было сказано, кто готов лететь, шаг вперёд. Он этот шаг сделал. Я знал, что он это сделает, потому что у нас такое воспитание. Мужчины должны защищать Родину. Очень жаль, что в таких обстоятельствах это неправильно. Должны решать эти вопросы политики. То есть, в принципе, здесь очень много вопросов и по самому факту, почему так случилось, и по безопасности полёта, и по руководству всей ситуации, которая сегодня у нас есть в одном. Он прекрасно это понимал, он политолог, он знает глубину этих вопросов. Но, тем не менее, на данном этапе, при всём несовершенстве страны, правительства, он посчитал, что он должен быть там, где должен быть мужчина. И должен сделать то, что должен делать мужчина в этой ситуации. Мы, конечно, глубоко сумуем с этого привода. Я хочу поблагодарить коллег, которые пригласили сегодня в университет. Мы были с ними, они были с нами здесь. То есть, очень много людей, вот это всё, это сделано не по указке чьей-то, это делают люди, это делают товарищи. То есть, в принципе, это говорит о том, что в стране хороший потенциал, хорошие люди. Мы должны только научиться правильно жить. И мы не хотели, чтобы нам кто-то силой это пытался сделать. Мы знаем, как это делать. То есть, большинство людей знает. Но всегда находится какая-то горстка людей, которые по какой-то причине, так сказать, пробились от власти и используют в силу своих политических, разных ситуаций, используют людей, натравливают друг на друга. В принципе, мы нормальная, единая страна. Мы хотели бы жить мирно, мы умеем, мы любим работать. Но для этого, видно, ещё нужно много потрудиться. У меня одна надежда на то, что эта смерть, она подействует на других отрезляющих всё-таки. Ну, нужно закончить с этим побоищем и приступить к мирному процессу урегулирования. Да, безусловно, наказать тех, кто пришёл сюда зарабатывать на жизни, на крови, это нужно делать, знаете, вот, но это нужно делать профессионально, а не бестолково, как это сегодня, к сожалению, случается. То есть, каждый должен заниматься своим делом профессионально. И если воевать, то тоже. Знаешь, страна уложила, 8 лет учился парень, знаете, вот, он готов уже был передавать, он был преподавателем, готов был передавать свой опыт, уже других учить. Это слишком дорогая цена. Я не говорю, что это цена для нас безмерная, но в целом и для страны так нельзя распоряжаться жизнями. Поэтому вот эти уроки мы должны извлекать, потому что если мы это не сделаем, нам будет очень трудно. Продолжение следует...